Здравствуйте! Это семья Волохова. И это история ОНА. Я родилась и жила в Дубне. Занималась волейболом. Я знала, что есть такой вид спорт, как водные лыжи. Видела, на Волге у нас была секция, на лодочке катались. И мне всегда это очень нравилось. Но в одно прекрасное время я играла в волейбол со своими друзьями во дворе. Проходил мимо тренер. Посмотрел на меня. Ему понравилась, наверное, моя координация, как я двигаюсь. Он меня подозвал и говорит, девочка, как тебя зовут? Я говорю, Наташа, а кем ты хочешь стать? Ну, я недолго думая, говорю, я хочу стать чемпионкой. Он говорит, ну, приходи к нам тогда водными лыжами заниматься. Ну, я бросила свой волейбол, который мне, кстати, очень нравился. И пошла заниматься водными лыжами. И так все началось. Я с первого раза встала на лыжи. Через полтора года выполнила норму мастера спорта. И стало получаться, да. Стало очень быстро все развиваться. Моя история прихода водной лыжи совершенно, наверное, какая-то неоригинальная. В 80-х годах встал на водные лыжи на Черном море, отдыхая там. Мне так это понравилось. Приехал в Москву. Загорелся этой идеей. Быстренько нашел, купил лыжи себе деревянные. Купил фал. Там все, что необходимо. Катера не было. Но в то время у меня была возможность. Позвонил я коллегам из Матичинской милиции. Они меня пригласили кататься на катере, за катером на Пироговском водохранилище. Приехал, катался. Но далеко ездить не захотелось. И, в общем, я начал искать в Москве. Я нашел Крылатское, где занималась сборная России, где наши основные спортсмены. Вот там я встретил и Наталью. Встретил я там многих друзей, с которыми я потом уже и до сих пор дружим. Советский Союз достаточно хорошо финансировал все виды спорта, в том числе и водные лыжи. И надо сказать то, что первым президентом 50 лет назад был Юрий Алексеевич Гагарин Федерации нашего воднолыжного спорта России. Потом шли космонавты, там под ним другие значимые люди и члены ЦК КПСС. И водные лыжи, естественно, поддерживались неплохо. В 90-е годы, в связи с тем, с изменением экономической формации, и водные лыжи стали затухать. В общем-то, поддержки не было. У меня тогда, я занимался активно, мне попросили помочь немножечко. Я начал помогать водным лыжам, искал людей, спонсоров, искал. Поддержка была, ну и, естественно, стал активом в активе водных лыж. В президиуме, потом первым вице-президентом, а потом уже стал президентом. Вот уже 23 года президент Федерации воднолыжного спорта России. Вот так вот я пришел. Но самое главное, конечно, это то, что я катался, удовольствие получал. У меня образовалась семья воднолыжная. Вот это очень, наверное, самое значимое. Я на сегодняшний день являюсь четырехкратной чемпионкой мира, шестикратной рекордсменкой мира и тридцатикратной чемпионкой Европы по водным лыжам. Но поскольку у нас в водных лыжах четыре вида многоборья, поэтому так много получилось чемпионских медалей, потому что в один раз можно сразу четыре, допустим, завоевать в один год. Я в разных видах была чемпионкой Европы, фигурном катании, с лалами, многоборье. Но первый свой чемпионат мира я выиграла в 79-м году. Тогда мне было 14 лет, и наша сборная Советского Союза первый раз выехала на такое, на чемпионат мира. И вот сразу мы поднялись на высшую ступень педестала. Все это получилось потому, что мои первые тренеры, братья Нихаевские из Дубны, они изобрели электробуксировочную лепетку за электротягой. И мы всю зиму тренировались в бассейне. То есть мы накатали все свое, так сказать, мастерство в бассейне. Это наше российское ноу-хау. Поэтому наша страна, которая в принципе не имеет такого климата, сезон достаточно жесткий, погода достаточно холодная. Но мы вот за счет этого поднялись. Потом были чемпионаты Европы, еще чемпионаты мира. Ну, в принципе, такая достаточно у меня была долгая спортивная жизнь. Я выступала до 2000 года так активно. Мой последний чемпионат Европы был в 2000 году. Я выступила, заняла, по-моему, четвертое место в фигурном катании. Это мы его в Москве проводили напоследок. Ну, а потом у нас родился ребенок, и он продолжил. Я к тому времени, да, закончила уже заниматься активно спортом. Коль родился таким очень активным ребенком. В общем, да. Когда ему исполнилось 4 года, мы его поставили на водные лыжи. Он поехал, ему, в принципе, понравилось. Он годик как-то позанимался. И потом сказал, не, мам, я не хочу заниматься водными лыжами. Но мы и не настаивали, собственно. Но в 7 лет он попробовал в первый раз проехать на вейкборде. Вот это ему очень понравилось. Он сказал, мама, это круто, я буду заниматься. Вот так Коля у нас начал заниматься вейкбордом. Первая подготовка уже была. Я катался на лыжах. Сначала меня заставили проехать весь круг на лыжах. Так я понял, как работает лебедка, как правильно проходить опоры. И потом я с первого раза, как я помню, встал на вейкбордом. И так все пошло-поехало. Вейк для меня не какое-то хобби, не какое-то там просто занятие. Это стиль жизни, это жизнь. Ты просто не можешь даже день прожить без него. Это какое-то умиротворение, какое-то там, где ты можешь показать себя, где ты можешь расслабиться и провести время со своими друзьями. То есть ты приходишь с 11 часов на тренировку и тусуешься на лебедке до 8 вечера, а может даже до 11, потому что там не только вейкборд, там и все твои друзья. Вы общаетесь, учите вместе новые трюки, готовите к соревнованиям. Вот это, я думаю, самое крутое, что есть. Я тренируюсь каждый день, каждый месяц. Я не могу от этого оторваться. Когда я учился в школе, сейчас я закончил школу, было немножко посложнее, потому что там было больше учебных дней, там было больше занятий. Сейчас я поступил в колледж, и там стало меньше занятий, и я больше начал посвящать вейкборду местным, но все равно я продолжаю учиться. Мама с папой мы помогаем. Иногда, да, самодисциплина не хватает, поэтому, да, мы стараемся его держать в рамках. А так бы он, конечно, не учился бы заниматься только веком. Нет, он и удаленно учится. Он сейчас с учебниками здесь, он везде ездит, ему программу дают, так что он занимается удаленно и приезжает, и зачеты раньше сдает или позже сдает обязательно, так что там... Учеба дает, типа, ограничения к вейку, и тебе все хочется больше и больше туда идти. Вот, в этом самый прикол тоже есть. Ну, самое главное, что понимают, и в колледже понимают, что он спортсмен, такой уже заслуженный спортсмен, и там поблажки тоже дают какие-то, так что разрешают уезжать. У него самое главное – это вот этот спорт. Он даже и поклонится, это уже второй, говорит, первым делом самолеты, а уж девушки потом, так и у него. Вот он занимается... Да, на девчонок нужно время, которое надо оторвать от векборта, а это сложно. Да, Коля. Да, девчонки в спорте, как обычные девчонки, как... они ничем не отличаются, такие же прикольные, забавные, нравится мальчикам, катаемся вместе, так же тусуемся, и, может быть, уже было такое, что к нам на лебедку приходило много-много людей, и некоторые встречались там, заводили семьи, то есть вейк соединяет людей, делает общие интересы, создает семьи – это тоже очень хорошо. И очень много путешествую, я вот сейчас я уехал на месяц в Таиланд, отпросился в колледж, сдал досрочную сессию, и вот сейчас на месяц приехал в Таиланд, сейчас я уезжаю на чемпионат мира в Аргентину, потом я уезжаю опять в Таиланд где-то в апреле месяц, посижу в России, приеду опять в Таиланд, потом, не знаю, может быть, будет Франция, потом опять тур по России, потом Англия, может... И потом в конце будет чемпионат Европы в Австрии. Не знаю, я хочу еще больше посетить стран, как Америка, например, где зарождался вейкборд, где топ катаются, где самые крутые райдеры катаются. Вот почему мне нравится путешествовать, потому что дает возможность узнавать разные культуры, позаводить новых друзей, учиться у более опытных райдеров. Вот это, я думаю, самые плюсы, почему я путешествую. В Таиланд мы приехали, в первый раз посетили Паттай на свадебное путешествие, это было 15 лет назад. Мы тогда еще, если честно, не думали о вейкборде, а потом, когда уже Коля начал так плотно заниматься вейкбордом, мы задумались о тренировках в межсезонье зимних и приехали сюда где-то 4 года назад. И нам очень понравилось. И потом мы нашли вот этот вот Пхукет-Вейкпарк, который нас принял вообще в свои объятия. И Коля является членом клуба, да, командой Пхукет-Вейкпарка. Поэтому мы сюда приезжаем, стараемся приезжать каждый год и даже по два раза в год. Очень хороший стадион. Нам реально помогает он готовиться к соревнованиям, к серьезным, да. потому что, ну, в Москве понятно, что зимой мы не можем себе позволить такой роскошной каталки, как здесь. Ну, и надо вам поблагодарить, конечно, и руководство здесь, управление, Наталью там, которые очень помогают нам в этом плане, поддерживают. Ну, здесь мы, да, чувствуем себя как дома. Очень нам здесь нравится. У нас два парка. В Москве один, такой же, как здесь вейкборд за электротягой, и еще один парк есть в Калуге. Тренируется у нас команда и по водным лыжам, сборная команды страны, и по вейкборду. Школа у нас есть бесплатная. Тренер очень хороший. Есть успехи уже, да, вот участники нашей команды по вейкборду, они чемпионы страны и призеры Европы. То есть мы уже своих так взяли с нуля, вырастили спортсменов. А воднолыжники у нас тоже очень сильная команда. Они чемпионы, призеры мира и Европы. То есть такие команды достаточно сильные. Развиваем, пытаемся развивать наш любимый вид спорта и водные лыжи, и вейкборд. Успехи клуба вот в сезоне 18-18 год из 11 медалей, которые все воднолыжники и вейкбордисты России завоевали, было 6 представителей клуба воднолыжного клуба Натальи Румянцевой. Это больше половины, так что это заслуга очень большая. То, что, конечно, спорт и сейчас очень сильно переживает, потому что в Москве ну как-то пошло, допустим, развитие не очень сильно. Было раньше 6 клубов. Сейчас совсем мало вообще в клубе. Есть образована школа, в свое время организовали эту школу воднолыжную. Она, правда, трансформировалась уже в большую школу, где все виды, олимпийские виды спорта. Вот, есть школа высшего спортивного мастерства в Москве. Но сейчас очень сильно развиваются воднолыжи. Надо сказать, что они немножко хуже, чем в советское время. Развиваются вэкборд. Вэкборд активно стал развиваться по всей России. Ставят и немецкие лебедки, и уже наши производители сделали уже, по-моему, 8 круговых лебедок, и более 140 уже сделали реверсных лебедок. Вообще, вот эти реверсные очень часто небольшой пруд, даже дворовые уже такие, кто-то живет, рядом пруд, устанавливают и тренируются и достаточно активно. Это очень хорошо. То, что бэкборд, конечно, сейчас лидирует в этом плане в России. И вот зимой приезжают сюда, вот я даже здесь вот смотрю, сейчас очень много новых людей, которых я даже не видел там на соревнованиях, но они достаточно хорошо катаются. Где катаются, не знаю. Потому что федерации у нас отменикованных немного, порядка 22 сейчас федераций у нас агрессионных в России, которые участвуют, проводят сами соревнования и представителей своих направляют в российские чемпионаты. Но идет развитие больше бэкборда сейчас. Бэкборд популярный, да, очень популярный. И особенно за электричеством, электротягой, потому что это дешевле, это проще, чем где-то катер и там другие совершенно. массово, да. Пхукетовый парк мы приезжаем каждый год. Этот парк, по-моему, самый качественный в Пхукете. Здесь 12 юнитовских фигур, это позволяет кататься очень хорошо, учить новые трюки, не ломать доски. Здесь очень хорошо жить, ты просыпаешься, смотришь на лебедку и идешь кататься, то есть тебе никуда не надо ехать, ты просто встал, покушал и пошел кататься, потом посидел немножко, отдохнул, потом еще раз пошел кататься. Это, я думаю, самое удобное вейкборд. Ничто не отвлекает. Ничего не отвлекает, да. Здесь все есть, можно посидеть с друзьями тоже пообщаться, покататься, отдыхать и еще раз пойти кататься. Вкусно покушать. Вкусно покушать, да. Наши ребята очень подружились с вейкбордистами из Германии, с ведущими, которые тоже здесь предпочитают кататься. И сейчас, на самом деле, на чемпионатах Европы, мира, они как прямо одна команда общая, несмотря на то, что из разных стран их, значит, объединил в хокке от вейкпарк. Вейкборд вообще, да, отличается, как бы, такая отличительная черта, что ребята очень дружат, доброжелательные, дружат. Вот нет, есть, конечно, спортивное соперничество на соревнованиях, но в основном, конечно, это дружеские отношения. Ну, водные лыжи это классика, да, как горные лыжи, сноуборд. Что говорят круче, горные лыжи или сноуборд? Вот это вечная тоже тема у нас, что круче, горные лыжи или сноуборд. Но я считаю, что все круто, просто лыжи более классический вид спорта, а сноуборд это для молодежи, для таких вот... Нью-Скул. Да, Нью-Скул. Ну, нам хотелось бы, чтобы, конечно, Коля выбрал себе профессию спортивный менеджмент, чтобы он отучился, получил эту профессию и развивал дальше наши клубы, чтобы действительно наш вейкборд, может быть, в конце концов, наш любимый вид спорта, стал олимпийским, и он получит в связи с этим, конечно, очень большой толчок вперед, и наши спортсмены имеют все шансы занять самые высокие места, в том числе на олимпийских играх. Это было бы очень хорошо, да, очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова